В квартире тепло, перебоев с водой нет, канализация работает исправно. В доме номер 225 по Молдогвардейской после капитального ремонта проблем стало меньше. Здесь полностью заменили инженерные системы. Теперь стоит современное умное оборудование. Так узел управления сам по погоде определяет, сколько тепла давать в квартиры. Задаем температуру, комфортную, по графику. Оставляем. После этого по датчику уличной температуры он дает команду и узел работы в автоматическом режиме. Все дело в этой маленькой коробочке снаружи подъезда. Это и есть датчик температуры. От него данные поступают в системный блок и техника определяет, сколько нужно тепловой энергии. Ее расход с новым оборудованием уменьшился на 30%. Для жителей одной квартиры это потенциальная экономия 6 тысяч в год. На данном доме было очень много старых образца узлы. В этом помещении находилось два узла. Такие, знаете, задвижки текут, все разрушены. Заменили. На данном доме вот таких 5 новых теплоузлов мы установили. Кроме этого заменили всю систему отопления, стояки холодной, горячей воды, канализации. В этом доме 11 подъездов. Это огромный объем работы. К удивлению жителей и проверяющих от фонда капремонта, подрядчик все сделал раньше срока, всего за 4 месяца. Большая помощь была от старших по дому, старших по подъездам, которые помогали организовывать жителей, чтобы были дома, чтобы мы постоянно меняли систему отопления и водопровод, канализацию. Ну, тоже были проблемы. Некоторые люди не пропускали из-за того, что у них там короб или что-то. И вот сейчас эти люди все за свой счет делают. И все эти проблемы, конечно, возникают. Но теперь все. В 2017 году плановый капремонт пройдет более чем в тысячи домов. Чаще всего жители выбирают ремонт крыши. На втором месте – замена инженерных систем. Валерия Макаров, Станислав Левин. События.